Ураганный ветер в четверг стих так же неожиданно, как и возник. Остались его последствия. В областном центре зафиксированы падения более чем 30 деревьев. На улице Судальской упавший тополь повредил линии электропередачи, перегородил проезд транспорту. Местных жителей это происшествие не удивило. Эти деревья уже на протяжении, вот как мы сюда въехали, двух лет они постоянно, тусочки падают, вот, как ветер сильный. Ну, бывает маленькие, бывают большие. Побольше, когда падают, это уже страшно. Но вы сегодня видите сами, что произошло. Мы обращались уже неоднократно по поводу этих деревьев в администрацию. У меня с администрацией есть дома письмо, что администрация помнит про наши деревья и собиралась. Это два года тому назад я написал, собирались они приехать. Из-за многочисленных обрывов проводов без электричества остались более полутора тысяч жителей Ивановского района. А на территории мебельного комбината с одного из производственных цехов поройми ветра сорвало крышу. Упала она прямо на парковку. В результате происшествия повреждения получили шесть автомобилей. К счастью, людей поблизости не было.